В 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде накануне Дня защитников Отечества военнослужащие для школьников из города Бреста и Брестского района организовали День открытых дверей. Такого масштаба, как в этом году, еще не проводили. Брестские десантники принимали как юных мальчишек и девчонок, так и более взрослых ребят. В этот день ворота КПП для самых любознательных были открыты. Больше 500 детей нам приехало из города Бреста и Брестской области. Это и школы, и колледжи, и университеты. И просто любой желающий мог приехать на территорию бригады для того, чтобы посмотреть, чем живет наше прославленное соединение. К каждому дню открытых дверей мы стараемся добавить что-нибудь новенькое, чтобы детям было интересно, чтобы это мероприятие не превращалось в формализм. И то, что количество желающих посетить нашу бригаду постоянно растет, означает, что детям это действительно интересно. Для школьников брестские десантники составили маршрут из 18 точек. Военнослужащие продемонстрировали различные выставки вооружения, военной техники и формы одежды, познакомились с условиями проживания в казарме. Ребятам представили возможность узнать о нюансах кинологической службы, испытать тренажер по стрельбе и стрелкового оружия. А на одной из точек мальчишкам и девчонкам удалось даже примерить парашют. Понравилось здесь танки. Это что-то действительно необычное, когда ты никогда не пробовал. Наверное, это реально классно. И для молодежи это, считаю, очень полезно. Посетить такое, чтобы тебе рассказали что-то новое. И, конечно, мне безумно нравится военно-патриотическое воспитание. И здесь оно, естественно, такое, как должно быть у всех. День открытых дверей очень нужен для детей. Мы познакомились с машинами, какие бывают, с пулеметами, как звонят, где они спят. Мне очень понравилось это. Больше всего мне понравилась машина где. Понимать и не бояться того, что будет в будущем. Лучше познакомиться, это, конечно, стоит того. Хотелось бы сюда. Это недалеко от дома. И тут интересные могут быть специальности. На базе воздушных сил. Приятным завершением дня для ребят стал солдатский привал. Около костра с горячим чаем и песнями. Такие мероприятия, безусловно, полезны для молодежи, чтобы ближе познакомиться с военным делом. Ведь в будущем кто-то из этих ребят станет достойным продолжателем славных воинских традиций и настоящим защитником Родины.